Большое спасибо за представление. Очень рад быть здесь с вами. Я надеюсь, вы видите мои слайды и слышите меня достаточно хорошо. Я вижу много знакомых лиц. Я с большим удовольствием могу представить свою презентацию. И я хотел бы говорить об использовании платформы ЭТОС как платформы для адаптивной лучевой терапии. Поскольку у нас не так много времени, нужно сказать, что сейчас имеется клиническая потребность в адаптивной радиотерапии. Есть несколько публикаций, их много на самом деле, только некоторые показали здесь. Но в итоге мы знаем, что ситуация очень меняется в течение терапии. Но мы никогда не изучали адаптивную лучевую терапию в прошлом, поскольку у нас не было практических инструментов для того, чтобы работать с ней в клинике. Но ЭТОС как платформа для онлайн адаптивной лучевой терапии на самом деле ускоряет принятие этого процесса. И у нас вскоре будет достаточно данных, чтобы показать всю мощь онлайн адаптивной терапии. И вы, должно быть, знаете, что у нас имеется платформа, которая называется Хальсион. И ЭТОС, ЭТОС, это по сути та же самая платформа, но с очень важным дополнением в виде программных инструментов, которые позволяют использовать онлайн адаптивную терапию. И я расскажу вам о шагах, которые нужны для этого. И во всех платформах Хальсион, мы можем провести апгрейд их до платформы ЭТОС. По сути, скажем так, аппаратная часть у ЭТОС практически соответствует тому, что имеется в Хальсион. И адаптивная терапия основывается на изображениях, получаемых на этом устройстве. Это изображение, полученное с помощью конусной лучевой КТ. И это изображение высокого качества. Вам нужны высококачественные изображения, чтобы проводить адаптивную лучевую терапию. Я покажу вам несколько примеров. Вверху вы видите снимки ТАЗа у пациента с простатом, соответственно, с плановым КТ, который можете получить. Снизу мы видим изображение, которое получено на Хальсионе, на 7-Хальсионе. То же самое, что можете получить на ЭТОС. И практически такое же изображение. И есть некоторые небольшие различия, которые можем увидеть. Но если посмотреть, например, на правый нижний угол, мы видим подробности вокруг лучевого пузыря. То есть качество изображения играет важнейшую роль. И это анатомия, которая не перемещается. Эти конусные лучевые снимки были получены в течение буквально 15 секунд. То есть сегодня мы можем попросить пациента задержать дыхание. А в будущем мы надеемся, что КТ будет получать снимки даже быстрее. И вверху мы видим имитационное КТ, хеликальное КТ с контрастированием в кишечнике. А внизу мы видим киловольтовый конс лучевой КТ с содержкой дыхания, полученный за 15 секунд. И мы видим, как в отличие от многих конс лучевых снимков, мы на других аппаратах, мы видим, собственно, тонкий кишечник. Мы видим поджелудочное и так далее. Мы видим определенные артефакты движения, которые произошли за эти 15 секунд. Но качество изображения в данной ситуации позволяет использовать адаптивную лучевую терапию. Итак, что же такое ИТОС? ИТОС, по сути, это самая важная часть системы. Это то, что в этой системе работает искусственный интеллект. И конструктивно мы хотим сделать адаптивную лучевую терапию, чтобы сеанс составлял не более 15 минут. И это очень важно. И, по сути, концентрируется вокруг пациента. И то, что я хотелось показать, это процесс исходного планирования, когда пациент оказывается на столе. И все этапы, которые показаны здесь, голубым, это новые шаги, новые этапы, которые добавляются к аппарату ИТОС. Во-первых, этот блок, соответственно, это то, что мы... Первый блок, который мы делаем сегодня на консулу лучевом КТ. Все, что показано голубым, это дополнительная функциональность, которая добавляется на аппаратах ИТОС. И внизу я расскажу о некоторых из этих этапов. Но внизу здесь говорится автоматизированное мультимодальное объединение изображений. То есть платформа позволяет в любой момент времени взять любые изображения, которые у вас имеются по пациенту, даже новые изображения, и объединить их, комбинировать их с полученными КТ-снимками и работать с ним. И весь рабочий процесс проходит под ассистенцией искусственного интеллекта. И в течение сходного планирования процесс отличается в тем, что у вас имеется новый подход по определению показаний. Мы используем шаблоны, сегментация проводится под аппаратной ассистенцией. Вы генерируете множество планов и выбираете из этого множество планов автоматическим образом. Это не традиционная среда Eclipse, это новая среда, и она является высокоинтерактивной. Есть целый ряд планов, которые вам предлагает машина, и вы можете выбрать тот, который является с вашей точки зрения адекватным. Но что еще важнее, что во время, когда пациент находится на столе, он кауч адаптейшн, система автоматически проводит сегментацию всех органов риска. Вам нужно убедиться, что они корректны. Есть очень простые инструменты, чтобы корректировать анатомию. И вы видите, здесь показано, здесь лучевой пузырь, он находится в немножко другом положении, чуть выше. И система автоматически генерирует план, это адаптированный план по сравнению с планом исходно созданным. И вы можете сказать, хорошо, не так многое изменилось, я оставлю исходный план, но если что-то изменилось, я могу взять адаптивный план. Далее проводится независимая программная проверка и далее анализ плана. И, соответственно, между фракциями система проводит трехмерную аккумуляцию по дозам. И, может, проходит ли адаптивная сеанса или нет, можете посмотреть горячие и холодные точки, можете провести оффлайн-адаптацию. И это делает точно так же, как и у своих обычных пациентов. Соответственно, это очень дружественная к пользователю и эффективная система для адаптации терапии. Соответственно, каково же состояние дел системы ИТОС на сегодня? Есть целый ряд установленных систем и целый ряд адаптивных сессий уже был проведен. И я хочу об этом также поговорить, но нужно сказать, что из более чем 7100 адаптивных сессий, которые были проведены, и которые мы смогли прометарировать, 83% времени пользователи выбирали адаптивный план, а не заранее созданный план. То есть, если не дополнительные сложности, но пользователи говорят, я хочу использовать новый план, который является оптимизированным. Мы его оптимизируем и будем брать все-таки не исходный план, а именно адаптивный план. И на самом деле рабочий процесс на приборе помогает делать эффективно. И справа вы видите целый ряд анатомических локаций, в которых использовались адаптивные подходы. Это не количественное отличие, но вы можете почувствовать, увидеть, скажем так, что важно. Сейчас очень много проводится работы в области малого таза. Я думаю, что Дэвид расскажет о некоторых вариантах применения системы. На этом графике показана разбивка по этапам адаптивного процесса по оси Х, различные шаги адаптивного процесса, а по оси У это время. И, во-первых, мы видим голубым, показано, это обзор лица принимающего решения. То есть, когда мы смотрим на органы риска, и это занимает 5-6 минут оценка этой ситуации. Далее, обзор мишени, анализ мишени, буквально порядка 2 минут, общий обзор плана 5 минут. И в целом, наверху фиолетово показано общее время, которое требуется для проведения адаптивной сессии. И, по сути, это менее 14 минут. То есть, другим словом, мы находимся в целом внутри вот этих 15 минут, которые мы хотим... вот этого временного слота, в котором мы хотим находиться. Но в целом, это очень эффективный подход. Какое же потенциальное преимущество, когда вы получаете этот инструмент? Мы можем использовать эскалирование дозы, мы можем уменьшать границы, мы можем гарантировать ПТВ-охват, если очень широко меняющаяся анатомия имеет место быть. Мы можем уменьшить токсичность и также можем сократить время терапии. То есть, мы можем использовать гипофракцинацию, и, соответственно, этот подход должен быть ассоциирован с адаптивным подходом. Это должно быть его преимуществом. Есть целый консорциум, ряда клинических центров. Сейчас порядка 30, чуть больше 30 центров во всем мире, которые имеют доступ к этой технологии. И мы работаем вместе над тем, чтобы обеспечить, чтобы поделиться информацией о том, как проводить адаптивную терапию, и также обсуждаем клинические исходы. И также у меня нет слайда, поэтому нужно сказать, что у Вариана имеется порядка 6 клинических исследований организованных компаний Вариан, в которых проводилось тестирование адаптивного подхода в целых рядах заболеваний. Это легкие, шейка матки, поджелудочная железа, простата. И целый ряд, и сейчас уже начато целый ряд исследований, запущенных, скажем так, исследователями непосредственно. И последнее, что я хотел сказать, это управление движениями. И в основном мы делаем это при статическом, скажем так, анатомии, но управление движением означает, что мы можем использовать подход с задержкой дыхания. Мы должны помнить, что очень быстро получают снимки на окон с лучевым КТ. Это 4 оборота гентри при визуализации. Все, что мы делаем, скажем так, в традиционной лучевой терапии, на самом деле, сюда уже неприменимо. Вот сама система. Мы пока здесь трубим, но это такая же система, которая работает. Также у системы Хальцин выглядит. И мы используем подход с задержкой дыхания. Вместо гейтинга или трекинга задержка дыхания является очень эффективным решением для этой платформы. В качестве заключения, это система лучевой терапии, ассистированная искусственным интеллектом, позволяющая проводить онлайн-адаптацию. Искусственный интеллект интегрирован в процесс адаптации, в основном помогая от асегментации органов риска в прикон с лучевым КТ. Визуализация проводится очень быстро, с высоким качеством получаемых КТ-снимков. И я не говорил, но нужно сказать следующее. Если вы ранее не используете адаптивную технологию, система будет работать как Хальцин. Это очень эффективная ГРТ-система. Она не будет стоять, если используется адаптивный подход. И, собственно, мы сейчас ждем, что система будет работать. Адаптивный процесс будет занимать не более 4-15 минут. И проходят клинические исследования, дистрирующие систему ИТОС. И большое спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...